В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. 16 лет строгого режима. Омский экс-депутат Сергей Калинин хочет обжаловать приговор. Долгострои, деньги и рост преступности. В Омск прибыл заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Маленький да удаленький. А мячи недовольны перерасчетом за отопление. 14 шайб за матч. Омский авангард одолел соперника с разгромным счетом. Омский экс-депутат Сергей Калинин вновь попытается оспорить приговор. Апелляционное заседание пройдет в Верховном суде России 5 марта. Напомним, председателя Совета директоров Омск Горгаза признали виновным по двум статьям. Организация преступного сообщества и участие в нем, а также мошенничество. Ранее московский суд вынес приговор. 16 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей. По этому же делу к заключению приговорены бывший глава областной региональной энергетической комиссии Константин Марченко, экс-гендиректор Омск Горгаза Александр Буцин и еще три акционера компании. Доказано, в 2011 году сообщники установили завышенный тариф на газ. В течение семи лет были похищены средства трех юридических лиц. Общая сумма ущерба более 270 миллионов рублей. Дело уже рассматривал апелляционный суд, но приговор оставили без изменений. Теперь экс-депутат Сергей Калинин попытается добиться смягчения наказания в суде третьей инстанции. Омская прокуратура требует отменить оправдательный приговор бывшему замминистра Александру Фрикелю. Восьмой кассационный суд назначил первое заседание по делу. Руководителя фирмы «Дорожник» и экс-замминистра строительства региона обвиняли в мошенничестве. Уголовное дело заведено в 2021 году. По версии следствия, компания Фрикеля завысила стоимость строительства дороги в Полтавском районе. Так, из муниципальной казны было похищено около 8 миллионов рублей. В Центральном суде выяснили, заказчик не предъявлял претензии к фирме и не препятствовал работе. Предпринимателю вынесли оправдательный приговор. Апелляционная комиссия поддержала решение. Однако прокуратура не оставляет попытки добиться наказания. Первое заседание по делу Фрикеля пройдет 29 февраля. В Омске возбудили уголовное дело из-за обмана дольщиков. В город с рабочим визитом прибыл замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. Вместе с губернатором Виталием Хаценко посетил долгострой на 11-й ремесленной улице. Готовность объекта 61%, хотя сдать дом должны были еще в июне прошлого года. Материал завезен. Готовимся к работам по фасадам, по кровле. Идет работа по моноличеванию шахт и рифта. По версии следствия, фонд защиты прав дольщиков заключил договор на достройку дома с компанией «Энергосистемы». Подрядчик попросил аванс – 94 миллиона рублей. Однако директор фирмы перевел 15 миллионов на счет сторонних организаций. В документах была ложная информация. И на что именно ушли деньги – неясно. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Самое главное – это наложение ареста на имущество. Если они закрывают свои другие дыры, проблемы, приобретая стройматериалы или тратя на собственные нужды, это незаконно, это образует состав мошенничества. В рамках визита Дмитрий Демешин провел расширенное заседание коллегии прокуратуры Омской области. Участие приняли губернатор Виталий Хаценко, прокурор региона Алексей Афанасьев, председатель ЗАГС Собрания Александр Артемов. Тема коллегии – итоги работы за 2023 и планы на 2024 год. Сохранила положительную динамику прокуратуры по ряду ключевых показателей. Оперативное вмешательство прокуроров в конструктивное взаимодействие с органами. Позволили защитить социальные права более 17 тысяч жителей Омской области. Заместитель генерального прокурора в своем докладе отметил, после прокурорского вмешательства были погашены долги по зарплате почти на 85 миллионов рублей. Омскому бизнесу возвращено свыше 170 миллионов. Около 4 тысяч инвалидов получили средства реабилитации. На 23,1% число преступлений, которые совершили несовершеннолетние, из числа судимых. Это те дети, которых мы упустили и у которых лоб зеленкой уже помазан. Органы профилактики на ежедневной основе должны держать в голове, где этот ребенок, чем он занимается. Глава региона Виталий Хаценко отметил важность совместной работы органов власти и прокуратуры. Это помогает эффективно решать проблемы омичей. Приоритетные направления – соблюдение трудовых прав, расходование бюджетных средств, реализация нацпроектов, профилактика дистанционного мошенничества. Вопросы отражены в решении коллегии, исполнение взято на контроль. Виновнику яичной свалки на окраине Омска грозит до 400 тысяч рублей штрафа. Сумму озвучили специалисты российского экологического оператора. Ранее телеканал Омск ТВ рассказывал о ситуации. 5 февраля жители Чкалского поселка обнаружили свалку в районе улицы Третья Молодежная. Правда, вместо бытового мусора под открытым небом лежали тысячи яиц. Омичи предполагают, что некий предприниматель таким образом избавился от списанного товара. На месте провели проверку сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Сейчас решается вопрос о вывозе отходов. Биоматериалы направлены на инфекционную экспертизу. В настоящее время прокуроры совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Омской области выясняют обстоятельства размещения свалки из крупной партии продуктов питания и источник ее происхождения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Омичи пожаловались на маленькую сумму перерасчета за отопление. В соцсетях горожане пишут, при ежемесячном платеже до 2000 рублей получили примерно 100 рублей перерасчета. Напомним, в декабре прошлого года тысячи домов остались без тепла. Причина – крупная авария на ТЭЦ-5. Тогда потребителям заявили, суммы в январских квитанциях будут меньше. Это положено по закону за некачественную услугу. В компании Омск РТС пояснили, перерасчет производится по градусам. Например, в квартире должно быть плюс 22, а по факту – плюс 17. Тогда от итоговой суммы отнимают плату за эти 5 градусов. Жителям домов, где нет счетчиков, перерасчет уже произвели. Для зданий с приборами учета суммы будут корректировать по итогам первого квартала года. Изменение размера платы за период предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с требованиями правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. В Омской области капитально отремонтируют 370 домов. Это на 200 больше, чем запланировано по программе. О задачах на этот год рассказали в местном фонде капремонта. Причина увеличения объема работы – темпы сбора взносов. Уже в 2024-м с Амичей собрано 1,7 млрд рублей. Это 90% от всего прогноза на год. В большинстве многоквартирных домов по плану обновят крыши и лифты. Омская область стала антилидером по коронавирусу в Сибири. По данным федерального оперштаба, за последнюю неделю в регионе выявлено более 350 случаев. 38 пациентов госпитализировано. Один человек скончался. На втором месте – Новосибирская область. На третьем – Кемеровская. Меньше всего случаев – 7. Выявлено в Республике Алтай. Отметим, неделей ранее Омская область находилась на третьем месте аналогичного рейтинга. Также в нашем регионе растет заболеваемость ОРВИ. На карантин закрыто 470 школьных классов и 95 групп детских садов. Показатели увеличились почти на 40% в сравнении с прошлой неделей. Первые омские школы закрыли на масштабный капитальный ремонт. Речь об учреждениях 14, 18, 21, 129 и 133. Общая стоимость обновления – почти 850 млн. рублей. Сейчас учеников перевели на дистанционный формат. С 19 февраля начинаются каникулы, а уже после детей распределят по другим школам. Расходы на транспорт компенсируют. Ученику будет доступно две бесплатных поездки в день. Напомним, по президентской программе в течение двух лет планируется обновить 14 омских школ. В Омской области 17-летний подросток попал под поезд. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером 6 февраля возле станции «Селькуль». Парень попытался пересечь железную дорогу под вагоном грузового поезда. В этот момент состав начал движение. Подросток не успел вовремя перебраться через пути. От полученных травм он скончался в больнице. По факту смертельного травмирования подростка Омской транспортной прокуратурой организована проверкой исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдения норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Детский травматизм – проблема актуальная. Опасаться стоит и открытых канализационных люков, и заледеневших тротуаров. Как родителям обезопасить своих чад? Об этом мы поговорили с координатором Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Омске Татьяной Коровиной. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Авангард одержал победу над петербуржским СКА. Финальный счет – феноменальные 9-5. Поражение в Омске для гостей из северной столицы стало самым разгромным за всю историю клуба. В континентальной хоккейной лиге было всего две более результативные встречи. В октябре 2016-го игра «Витязя» из Балашихи с Минским «Динамо» завершилась со счетом 9-6. Матч «Рекордсмен» прошел в 2009 году. Все тот же «Витязь» сражался с казахстанским «Борысом». В финале на табло – 11-6. Озвучена тема выставки «Флора-2024». Как сообщил мэр Сергей Шелест, на этот раз ее посвятят году семьи. Цветочные композиции Амичи традиционно увидят во время празднования Дня города. Напомним, в 2023-м открытие состоялось 4 августа. Выставку посетили 650 тысяч человек.